Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка и Эмили. И сегодня я прям целый день стояла у плиты, поэтому вы обязаны посмотреть это видео. В общем, приготовила такие, но не очень красивые, конечно, но зато сама пельмешечки. Ничего так. Пока готовишь, прям наешься реально. Не могу сказать, что я очень голодная, потому что в процессе готовки, пока налезала, пока туда-сюда столько всего съела, даже как-то голод прошел. Вчера я конкретно испугалась ночью. Как я не боюсь спать одна, но вчера конкретно испугалась. Сон такой плохой снился. Кайф. Просто кайф чистой воды. Так, еще майонезик сюда. Сделала еще один заказ вчера вечером с моего любимого сайта одежды. Буду снимать для вас распаковочку. Надеюсь, что вы оцените мои луки. Нет, я уверена, что вам понравится, потому что ничего такого сверхъестественного, все обычное. Я вот реально иногда смотрю на стиле девочек в инстаграме и читаю их комментарии. Кто-то пишет, как ужасно, как тебе не подходит, это как уродина. А людям все равно. Одна я такая. Сижу по каждому поводу, оправдываюсь, что-то пытаюсь вам доказать. Характер у меня такой. Не только вам. И подругам, и знакомым. Я вот всегда оправдываю. Всегда боюсь кого-то обидеть. Вы знаете, люди вокруг не боятся меня обидеть. А я всегда боюсь обидеть кого-то. Всю жизнь так было. У меня одноклассница. Однажды мы как бы дружили, три девочки. Хорошо общались и все дела. В общем, они приходили ко мне в гости. Я думала, ура, наконец-то нашла друзей. Буду с кем-то общаться. Потом так оказалось, что у меня пропала помада. И потом моя подруга, так скажем, наша третья подруга, увидела эту же помаду у нее дома. И, в общем, я знала на 99%, что ее взяла она. Но я всегда боюсь обидеть человека, сказать, что это не то. Поэтому молчу. А это неправильно. Никогда не бойтесь никого обидеть. Делайте то, что вы считаете нужным, и все. Ммм, как вкусно. Это немножко не в тему, мне кажется. Все, что было в холодильнике, пихнула, приготовила. Как-то так. Здесь куриное мясо. Морковка. Болгарский перец. В общем, постаралась приготовить так, чтобы было и красиво, и вкусно. Красиво, но не очень вкусно. Я уже приготовилась к приезду мамы. Но купила баунти. Она просто обожает. И когда я ей покупаю баунти, она всегда, ой, ты такая у меня хорошая дочь. Я сразу становлюсь хорошей дочерью. У меня есть какие-то продукты, которые конкретно ассоциируются с кем-то. Вот, например, баунти. Как только я вижу, я вспоминаю маму. Мама обожает баунти. Просто это райское наслаждение. Или, например, бананы. Мне ассоциируется с моим братом, потому что он обожает бананы. Он постоянно везде и повсюду ест бананы. В детстве даже нам покупали бананы. Я не очень любила. Он ел мои. Ел свои. Просил меня сказать, что, типа, я свои бананы сама съела, чтобы родители еще дали бананов. Я всегда поражалась. Он просто за один присест может семь бананов съесть. Но это реально было очень много. Вот, я так смотрел, и он не поправлялся. Мама там, не знаю, сдавала анализы, все такое. Думает, может, что-то не так в организме. Здоров, как бык. Сказать, что брат сильно там двигался, занимался спортом. Ничего подобного. Сидел за компом. Ютубчик, Контерстрайк. Но не поправлялся. Но я тоже особо не поправляюсь. Вот. Но все вокруг всегда начинают спрашивать, ты, наверное, кушаешь какие-то бобы? Помните, я когда была в деревне, снимала вам влог, как мы ехали к тете моей. То есть, это сестра моей мамы. И, в общем, как только мы приехали, тетя накрыла на стол, она, оказывается, готовилась к нашему приезду. И там у них, короче, жареная курочка. Ну, прям такая аппетитная. Уже положили на стол эту горячую курочку. И мама там расспрашивает про моего дурного брата, про того, про этого. Все сидят за столом, и никто не трогает курочку. А курочка стынет. Как вы думаете, я смогла пережить этот момент? Я так думаю, пофиг, болтают и болтают. Я как начала наяривать. Самые лучшие куски у курицы. В какой-то момент меня осенило, что, оказывается, на столе не так много этой курицы. Получается, например, пол курицы съела я. А тут, кроме меня, еще люди есть. И потом, когда мы встали, мама такая, ты, видимо, самая голодная была за столом. я такая... Вот мне не доходит это. Типа стесняешься начать первый есть. Да голодная я, как смерть голодная. Вкуснотища, ребят. Много, конечно. Получилось. Половина я еще в морозилку положила. Думаю, потом отварю. Вот такие они у меня, знаете, кривые, косые, но ничего. То есть, не идеальный, но да ладно. Если хотите, дайте мне знать, я вам сниму рецепт. Как раз мамы нету, на мамином канале ничего не выходит. Могу вам забабахать. Очередной раз убеждаю, что когда ты садишься снимать мукпанг, круто, когда для тебя это кто-то готовит, потому что в процессе готовки ты уже нажираешься. Ну, по крайней мере, я не могу устоять. Я то морковку возьму, то еще что-то, болгарский перец кусочек. Либо надо просто держать себя в руках. А это очень сложно. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет очень приятно, если ты нажмешь на красную кнопку и сделаешь ее серой и подпишешься на мой канал. Всех люблю, целую. С вами была Эмили.